Понятие феномен Назарбаева появилось еще в конце 80-х, начало 90-х годов прошлого века. С тех пор оно не только прочно вошло в лексикон экспертов и политиков, но также стало объектом пристального изучения исследователей и публицистов. Ведь феномен Назарбаева – это прежде всего сложное сплетение судьбы страны и судьбы самой личности. И, наверное, не случайно, что такое переплетение становится объектом пристального интереса не только политиков и публицистов, но и творческих людей, которые видят в образе Нурсултана Абишевича историческую драматургию, позволяющую постичь сам дух времени. Именно поэтому феномен Назарбаева необходимо рассматривать через призму его политического стиля, взаимоотношения с обществом и стратегических приоритетов, которые он ставит на будущее. О Нурсултане Назарбаеве сейчас много пишут. Его личность подвергается оценке. Его действия находятся в поле внимания мировой общественности. Такова участь политика. Осмысливая деятельность Нурсултана Назарбаева в качестве первого президента суверенного Казахстана, задаешься вопросом, почему в последние годы заговорили о феномене Назарбаева, в чем его суть. Ответы на эти вопросы можно найти в книгах доктора филологических наук и писателя Ольги Видовой Нурсултан Назарбаев. Книги позволяют понять, на чем основывается триумф Назарбаева, постичь удивительный феномен его стремительного восхождения на политический олимп, что дает читателям возможность получить ясный и полный ответ на вопрос о том, каким должен быть истинный лидер нации. Другой яркой особенностью политического стиля Назарбаева является его способность в сложнейших условиях принимать важнейшие стратегические решения. Определяющие логику развития государства на десятилетия вперед. Об этом убедительно свидетельствуют такие важнейшие политические решения, как закрытие Семипалатинского фольгона, отказ от ядерного арсенала. Книга Киминге от редакции Жакка раскрывает перед читателям феномен лидерства Назарбаева антиядерные инициативы, отзывы, пожелания объединенной Европы, в которых отражена роль Ельбасы, как основателя новой модели казахстанского общества. Важнейшей инициативой Назарбаева, направленной на укрепление внутриполитической стабильности в стране, стало создание уникального инструмента поддержания межэтнического и межконфессионального согласия – это Ассамблея народа Казахстана. Назарбаев, основатель казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия под общей редакцией Алиева, обоснованно подчеркивает правильность позиций Назарбаева, то, что экономический успех во многом зависел от общественного согласия в обществе. Заслуга Назарбаева заключается в настойчивом ведении работы по консолидации всех национальностей и этнических групп. Книга известного казахстанского писателя-публициста Валерия Михайловича Могильницкого «Наш Назарбаев» написана на основе его очерков «Онну Султане Абишевича», опубликована в газетах и журналах Казахстана и СНГ. В ней он показывает огромную созидательную роль нашего президента в становлении и развитии экономики, индустрии и социальной сферы Республики Казахстан. Книга известного кыргызского политика ученого-дипломата Жумакула Сааданбекова «Нашултан Азарбаев. Законы лидерства», который вы откроете не только интересно, но и во многих отношениях уникальна. Книга уникальна тем, что автор не замыкается на жизни описания первого президента Казахстана, а через его интеллектуально-мировоззренческую эволюцию раскрывает ценный исторический опыт социальной, политической и экономической монтархнизации Казахстана, ставшего сегодня региональным лидером в Содружестве независимых государствах. В книге «Ельбаса Жаня Казахмемлекет ТГ» у Анаша Султанова отражена многогранная деятельность главы государства «Нашултана Азарбаева» в динамичном развитии и укреплении международного авторитета молодого государства. Автор книги «Доктор политических наук» профессор Касынбеков на основе значительного фактологического материала, уникальных архивных документов, а также личных наблюдений раскрывает различные стороны личности главы государства как национального лидера, гражданина и человека. В книгу «21 век. Мировая элита» о Анасарбаеве вошли четыре главы, которые содержат высказывания и мнения руководителей государств и политиков, религиозных деятелей, интеллектуалов и бизнесменов о президенте Республики Казахстан «Нашултане Азарбаеве», а также перечень его почетных званий. Издание знакомит общественность с положением «Нашултана Азарбаева» на международной арене, выявить и подчеркнуть отношение к лидеру со стороны международного общества. Книга вышла в издательстве «Атамура» на трех языках. Все эти книги объединяет единая генеральная тема, каждая из них по-своему раскрывает многогранную политическую деятельность и уникальный опыт первого президента Казахстана Ильбасы Нашултана Абишевича Назарбаева по созданию и всестороннему укреплению государственности, объединению многонационального народа Казахстана, формированию стабильного, процветающего и духовного общества, развитию сотрудничества и партнерства с ведущими мировыми державами, а также его миротворческие идеи. Таким образом, все базовые элементы развития казахстанской государственности будут в ближайшие десятилетия находиться под влиянием чиномена Назарбаева. Это обстоятельство еще более рельефно подчеркивает неразрывную связь двух понятий Казахстан и Назарбаев – это страна и юридия. Все эти издания имеются в фондах областной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого.